11 сентября в России отмечается День трезвости. Проблема алкоголизации населения год от года актуальности не теряет. Только в этом отделении неотложной помощи наркологического диспансера в год примерно 1800 пациентов. Все находятся в буйном состоянии. В третьем наркологическом отделении оказывают неотложную помощь страдающим от алкогольного и наркотического психоза. Койки обычно все заняты. Привозят сюда в буйном состоянии мужчин из областного центра и соседних муниципалитетов. Белая горячка у 90% пациентов. Все психозы уже это не первая стадия, это вторая. К нам попадают люди из третьей стадии. То есть уже сформировавшийся алкоголизм при длительных запоях и массивных запоях, как правило, это не менее 7 дней. Но обычно у нас люди поступают от двухнедельных до многомесячных запоев. Люди пьют массивно, то есть не только по бутылке, и по две бутылки, и по три бутылки. Употребляют суррогаты, аптечные настойки, спирты технические. Есть и постоянная клиентура, процентов 15 от общего числа. Даже оклемавшись, они не признают, что страдают от алкоголизма. Критики к своему состоянию у них никакой. Этой страшной болезни подвержены все группы населения и все возрасты. Одних достаточно прокапать, другим требуется длительное лечение. Аппетит у тебя получше стал? Голова пояснее стала? Ножки ходят как? Ничего. В отделении реанимации самые тяжелые случаи. У каждого, кроме алкоголизма, целый букет сопутствующих диагнозов. Местных эскулапов удивить сложно. Им не раз приходилось вытаскивать человека с того света еще в приемном покое. Сейчас эти мужчины спят. Если их разбудить, мало врачам не покажется. Развитие острого алкогольного психоза, оно приводит в 100% случаев к поражению корковых структур мозга. Но поскольку резервы у каждого свои, кто-то может стать, мягко говоря, дурачком через пару-тройку посещения нашей больницы. Кому-то может достаточно быть 10 раз. Но тем не менее нейроны головного мозга погибают каждый раз. Это светлая комната-вотрезвитель. Сюда привозят не только алкоголиков, но и просто людей, перебравших. Им, как правило, на утро стыдно. Они клянутся больше никогда сюда не попадать. Но часть все равно возвращается как к себе домой. Алкоголизм своих не отпускает. Где-то часов 12 для протрезвения. То есть, например, вечером поступает, утром, например, его отпускают в трезвом состоянии. То есть, просушит. Тут у нас есть батарея специально просушит. То есть, в более-менее нормальном состоянии он уходит отсюда. Пьют ивановцы буквально все. Суррогаты, технические спирты, настойки из аптеки. От некачественного алкоголя белая горячка у них развивается быстрее. Будущие пациенты-диспансеры нередко ловят галлюцинации. Часто встречаются зрительные галлюцинации в виде угрожающих пациенту людей. Обычно это бандиты, разбойники, которым угрожают, которые пытаются с ним разделаться. Испытывая галлюцинации, человек действует согласно этим галлюцинациям. Он начинает от них спасаться, берется за топор, выпрыгивает из окна, бежит или наоборот на них нападает. Он становится опасным как для себя, так и для окружающих. Профессиональный праздник медики отмечают на рабочем месте. Считают, 11 сентября не очень удачная дата. Лучше всего антиалкогольную пропаганду проводить в самый сезон. Новогодние праздники. В эти дни диспансер переполнен.